86% голосов. Таким результатом не могут похвастаться даже лидеры России и Беларуси. Именно столько набрал на президентских выборах в апреле этого года Лихам Алиев. Он был избран на этот пост четвертый раз подряд. Выборы прошли на полгода раньше положенного срока. По мнению оппозиции, их перенесли, чтобы потенциальные конкуренты президента не успели подготовиться. На самом деле у Алиева нет конкурентов. Вся власть и большая часть бизнеса в стране давно и прочно находятся в руках самой влиятельной семьи Азербайджана. Алиева впервые избрали на пост президента в 2003 году, за два месяца до смерти его отца Гейдара Алиева, который правил страной 10 лет. Получив такое наследство, в течение следующих 15 лет глава государства планомерно укреплял свои позиции и расширял полномочия. Сначала исключил из Конституции норму, которая запрещала занимать президентское кресло два срока подряд. Потом увеличил срок пребывания на посту с 5 до 7 лет. И напоследок ввел должность первого вице-президента. Высокую позицию, скромно потупив взор, заняла супруга главы Азербайджана. Теперь в случае недееспособности Алиева президентом станет Алиева. Незаконно назначать подчиненное на госслужбу собственную жену, которая к тому же активно занимается бизнес-деятельностью, нет, не слышали. Даже утечки из Панамского архива не пошатнули авторитеты семьи. А ведь выяснилось, что Алиевым в той или иной форме принадлежат как минимум 26 офшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и на Британских Виргинских островах. Помимо этого семья официально владеет несколькими банками, строительными компаниями, двумя из трех крупнейших мобильных операторов Азербайджана. Члены семьи имеют 11 особняков в Дубае, а также недвижимость в Лондоне, Париже, Карловых Варах, Москве. Им принадлежит курорт Шахдак в Азербайджане и еще один в Черногории. При этом состояние Алиевых резко контрастирует с положением дел в Азербайджане. Пока правящая семья богатеет, страна переживает не лучшие времена. В 2017 году цены на продукты выросли на 16%, но услуги на 10%. И это только по официальным данным. По неофициальным – почти в два раза. Доходов большинства азербайджанцев едва хватает на продукты и оплату коммунальных счетов, что приводит к росту числа бедных. На днях Алиев заявил, что за 15 лет уровень бедности в стране снизился с 49 до 5%. Все это не мешает Азербайджану принимать у себя весьма дорогостоящие мероприятия. Исламские игры солидарности, европейские игры, гонки Формулы-1. Сложно в стране и со свободой слова. В ежегодном индексе демократии Азербайджан оказался среди авторитарных стран. В тюрьмах находятся более 150 политзаключенных. Подводя итог 15-летия у власти на Международном гуманитарном форуме в Баку, Алиев отчитался. В стране господствует стабильность, безопасность. За последние 15 лет Азербайджан продемонстрировал самые высокие темпы развития в экономической сфере. В стране обеспечены все фундаментальные свободы, в том числе свобода слова, свобода собраний, свобода печати, свобода совести.